Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Самара готовится к генеральной уборке. Истафету по подготовке к месячнику принял советский район. Уборка улиц, сбор мусора, вырошение снега. Работы идут полным ходом. Город начинается с улицы. Если утром выходишь на чистый тротуар и видишь убранный двор, и день складывается удачно, делится Вадим Киселев. Живет он на улице Гагарина в советском районе Самары. На генеральную уборку вместе с соседями выходят каждую весну. Сообща, говорит, и работать веселее, и потом отдыхать. Во дворе сложилась традиция после субботника устраивать большие чаепития. Убираем мусор, вот это все, ветки все время убираем. До чистота, самому же приятно выйти в чистый двор. Это так, постоянно, каждый год выходим. В советском районе Самары 11 управляющих компаний. Они обслуживают сотни жилых домов. Работа дворника не всегда на виду у жителей, но ее отсутствие сразу заметно. Ежедневно рабочие убирают снег, подметают дворы, наводят порядок и следят за благосостоянием двора. Например, у ассоциации управляющих компаний 41 дом. Это почти 40 тысяч квадратных метров в веренной территории. На сегодняшний момент управляющая компания готовится к местному благоустройству, то есть в полном объеме. Переходим уже на летний период процесса уборки, то есть это очистка урн, снятие навещивой рекламы, уже подметание, соответственно, сбор вытавшего мусора. Ну и по местам, где еще снег не растаял, то есть приходит его ворошение для ускорения процесса. Всего ручной уборкой в городе занято больше двух тысяч дворников. Работы всегда хватает. На вахту они выходят ранним утром и стараются максимально расчистить двор к тому моменту, как город проснется. Глава непосредственно отдал команду проработать вопрос о увеличении заработной платы до 16 тысяч рублей каждому дворнику. Это позволит привлечь дополнительные силы, непосредственно заинтересовать. В апреле Самару ждет традиционная генеральная уборка. Принять участие смогут все желающие. Инвентарем и саженцами готовы обеспечить районные администрации. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События. Первым заместителем глава администрации Самары назначен Владимир Василенко. Соответствующий приказ подписал глава администрации Самары Олег Фурсов. Владимир Василенко будет курировать направление жилищно-коммунального хозяйства, потребительский рынок, транспортную отрасль, а также экономический блок. Из кафе на больничную койку в Самаре расследуют уголовное дело в отношении директора кафе «Чистой пруды» Виктора Яковлева. Его обвиняют в избиении посетителей, которым теперь требуются операции. В ситуации разбирался Павел Баймаков. Так Алексей Богаткин выглядел около трех недель назад. За синяками почти не видно глаз. Выбиты зубы, переносица сломана. В верхней челюсти, как показал рентген, два перелома из трех возможных. Вечер в кафе, приятно начинавшийся в кругу семьи и друзей, привел к неожиданной развязке. В какой-то момент Женя Алексеев случайно стакан разбил, но мы сильно значения не придали. Отставили просто в сторону, решили оплатить вместе со счетом и сидели, продолжили общаться. Алексей вспоминает, вскоре к их столику подошел мужчина, представился директором кафе и в грубой форме потребовал заплатить за разбитую посуду. Я сидел молча просто, Женя возмутился на такое отношение, сказал, что мы ничего прятать не собираемся, все оплатим. И как бы хамить вообще не обязательно. Дальше события развивались молниеносно. Друга Алексея начали избивать и через минуту под удар попал и он сам. Говорит, всей драки толком не помнит, несколько раз терял сознание. В конце концов у него отобрали мобильник и заставили написать расписку, что претензий к заведению он не имеет. Директор стоял над ним, диктовал, что писать. То есть буквально заставили, да? Заставили, по-другому никак не скажешь. Он был очень в каком-то неадекватном состоянии. Я такой злости никогда не видела. Позже молодым людям удалось вызвать полицию. Наряд приехал быстро. В отделение забрали друга Алексея и директора кафе Виктора Яковлева. Чуть позже задержали еще одного участника драки 26-летнего самарца. По признакам преступления, предусмотренного статьей «Имышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» Уголовного кодекса Российской Федерации было возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование продолжается. Сотрудники органов внутренних дел устанавливают все обстоятельства случившегося. Сейчас задержанные находятся под подпиской о невыезде. Что касается директора кафе Виктора Яковлева, свои объяснения он дает в соцсетях. По его версии, молодые люди первыми напали на него и начали душить из-за сделанного им замечания. А также ссылается на проблемы со здоровьем. Мол, болен с сахарным диабетом и нервничать, а тем более драться не в состоянии. Но слава его с поступками не вяжутся. Это видео было сделано за неделю до инцидента. Так Яковлев встречает членов общественного движения по защите прав потребителей, которые проводят рейд по проверке качества продуктов в кафе «Чистые пруды». А это видео было сделано нашей съемочной группой в ходе очередного посещения с проверкой все того же кафе. «Не снимай, не надо, не снимай». «Ну как не снимать? Это наша работа, понимаете?» «Не трогайте оператора, во-первых. Зачем вы руки распускаете?» Скверные слухи об этом кафе в интернете ходят давно. Некоторые пишут, что клиентов заставляют платить за фоновую музыку, а если те отказываются, удерживают силой. Тем временем кафе продолжает работать и принимать новых гостей. Алексей Богаткин и рад бы забыть о заведении, да рано мешают. Сейчас ему требуется серьезная операция на верхнюю челюсть. Медики уверяют, она откололась от черепа, нужно ставить металлические пластины. Пока приходится жить на йогуртах. Что касается друга Богаткина Евгения, медики подозревают у него отслоение сетчатки глаза, который может повлечь потерю зрения. Павел Баймаков, Алексей Золотенков. События. 18 марта исполняется ровно год со дня присоединения Крыма и Севастополя к России. На площади славы прошла акция в честь этого памятного события «Мы вместе». В ней приняли участие более 5000 человек. В международном сообществе провозглашение независимости Крыма вызвало негативную реакцию. А вот сами крымчане, как и россияне, рады этому событию. На митинге люди не скрывали своих чувств, пели, танцевали, размахивали флагами и плакатами. Масштабный флешмоб стал изюминкой акции. Молодежь в белых и красных накидках образовала сердце. Слова «Самара» и «Крым». Организаторы фестиваля – молодые самарцы, которые сами ездили в Крым, чтобы оказать поддержку. Мы ездили туда помогать населению Крыма, крымчанам. Также мы помогали беженцам из Украины. Мы стригли детей, так как я парикмахером являюсь. Другие ребята помогали восстанавливать памятники. Также мы производили стрижки участникам Великой Отечественной войны, убирали берег Крыма. Благодарности много не бывает. В преддверии Дня Победы ветеранам вручили юбилейные медали. На этот раз награды получили труженики тыла Ленинского района. Ученики 12-й школы устроили для своих героев праздничный концерт. Он из тех, кто ковал победу в тылу. Леониду Афанасьевичу Ширяеву в 41-м было 14. Во время войны он работал в колхозе Ивановской области. На его детских плечах лежала огромная ответственность. Сельчане кормили солдат на фронте. Труженик тыла вспоминает, в день нужно было обработать 32 сотки земли. А они с 12-летней сестрой убирали полгектара. Надо было скосить, потом навязать с этой сержи или с пшеницы пояса. Потом вот сестренка, я косил и пояса вязала. А вот сестра шла и эту рожь или пшеницу собирала, клала на поясок, вязала в снопы. А после снопы надо было сносить в крестцы и складывать, чтобы она там дозрела и от дождей колось, чтобы спрятать. Победу Леонид Афанасьевич встретил в Москве. Будучи студентом Московского энергетического института. 9 мая 45-го до сих пор отчетливо всплывает в памяти. Красная площадь, полная людей и яркий праздничный салют. Очень красиво было. Вот там прожекторов я не знаю сколько, может быть 500, может быть вокруг Москвы стояло. Все прожектора раз кверху, какой-то по команде. А потом вот так начинает крутить корзина разноцветная, вот крутится над площадью. Накануне победы юбилейные медали получили 8 тружеников тыла Ленинского района. В те жестокие военные времена именно они были главной надеждой и опорой фронта. Для всего народа нашего, нашей страны, это величайший праздник. Почему он величайший? Потому что мы отстояли независимость от фашистского ига. И не только отстояли свою независимость, но и помогли всему народу земного шара избавиться от этой коричневой чумы. Ученики 12-й школы устроили для ветеранов праздничный концерт. Ребята сделали все, чтобы показать ветеранам. Для молодежи это тоже великий праздник. Праздник, объединяющий все поколения. Много очень людей воевало и были большие жертвы, потери. Победа это грандиозное событие. Можно спокойно жить, никто не воюет. И у всех все есть. Когда это счастливые лица. Мне очень приятно видеть счастливых людей, когда идут по улице. Главным подарком самарским ветеранам стала знаменитая Катюша. Песню исполнили всем залом. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События. Она делала сладкой жизнь всех, кто вокруг, хотя ее судьба часто бывала далеко не медом. Именно благодаря ей весь СССР наконец-то услышал о Куйбышеве, тогда абсолютно секретном городе. И слава пошла самое что ни на есть шоколадное. В Самаре чествует почетного гражданина города, основателя Куйбышевской шоколадной фабрики, ветерана труда, шоколадную леди Елену Шпакову. К поздравлениям с 90-летним юбилеем присоединилась и Анастасия Зубарева. Человек, который прославил Самару тогда еще Куйбышев на всю страну, как шоколадную столицу. Взять высоту нелегко, еще труднее ее удержать. Елене Шпаковой это удалось. 22 года она успешно управляла шоколадной фабрикой, которая на хорошем счету и по сей день. Первый директор шоколадки отмечает 90-летний юбилей. Очень важно, что тот зател, который сделан было много десятилетий назад, он сегодня действительно служит нашей области. И на сегодняшний момент фабрика Россия, она остается конкурентоспособной и пополняет бюджет как областной, так и городской. А, наверное, все равно в корне этого лежат ваши трудные коллективы, которые мы воздавляем. Елена Васильевна рассказывает коллеге – истинный патриот своего дела и любимой страны. Именно на таких людей нужно равняться. Елена Васильевна сейчас абсолютно незаменима для нас, потому что даже в преддверии юбилея она нашла возможность провести целый ряд встреч со школьниками, где представляла свою книгу «Россия. Моя любовь». В честь Елены Шпаковой впервые в этом году прошел конкурс молодых самарских кондитеров. Победители пришли поздравить юбиляра и препонесли на встрече свои сладкие работы. Елена Васильевна в долгу не осталась. Поделилась с подрастающим поколением шоколадье и кондитеров своим житейским опытом и профессиональными советами. Я благодарна ребятам, что они провели там конкурс такой. Спасибо вам. Спасибо вам, что вы будете давать самое вкусное, приятное для людей, для народа. Это здорово. Вот надо только потрудиться правильно, хорошо, и будет это замечательно. Ее труды переоценить невозможно. В 90-й день рождения Елена Шпакова получила сразу несколько новых почетных наград за трудовые свершения и преданную службу государству и закону. Народное же признание выражается не только в любви к фирменному шоколаду фабрики. Буквально перед Новым годом одна из самарских улиц стала носить имя Елены Шпаковой. Анастасия Зуброва, Алексей Золотенков. События. Работы по устройству котлована для нового стадиона к чемпионату мира выполнены на 90%. Напомню, спортивный объект расположится в районе радиоцентра. Сейчас строители заливают бетонные основания. Контроль качества материал проходит несколько раз в день. Как ведутся работы на спортивном объекте и когда стадион будет готов, узнавал наш корреспондент. Путь бетона на стройку начинается в этой лаборатории. Специалисты проверяют каждую партию материала на прочность. Под контролем все – песок, щебень, цемент. Опытные образцы должны выдержать давление в тысячу тонн. Специалисты говорят, прочность оказывается даже выше нормы. Сейчас осуществляем контроль отбора проб. Испытываем бетон на прочность в возрасте 7-28 суток. И проверяем фактическую прочность, которая повышает в полтора-два раза от требуемой прочности. Сейчас в основании будущего стадиона уже залили порядка 23 тысяч кубометров бетона. Всего потребуется 110 тысяч кубов. На объекте работают более 800 человек. В график укладываются. Бетонная плита будет готова к середине августа. Затем начнут возводить стены. К тому времени количество строителей значительно увеличат. У нас здесь народу до 2-3 тысяч дойдет. Самый пик. Когда начнется металлконструкция, отделочная работа, то есть здание начнется строиться, сами трибуны. По проекту Самарский стадион будет напоминать космический объект с куполом высотой до 60 метров. Территория рядом с ареной превратится в парковую прогулочную зону. Спортивный объект будет отвечать всем требованиям ФИФА. Стадион сможет вместить 45 тысяч зрителей. Его оснастят всем необходимым для спортсменов и болельщиков, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Завершить строительство планируют в конце 2017 года. Лариса Шалафаст, Павел Пресняков, События. Самарский взгляд на Китай. В Доме журналистов открылась выставка фоторабот «Штрихи к портрету Поднебесной». Реалистичные китайские пейзажи изображают мистическую реку Ли с ее карстовыми холмами и туманами. Рукотворные рисовые террасы и другие чудеса древней и великой империи. На выставке побывал и наш корреспондент. Во время съемок ни один китаец не пострадал, смеется фотограф Николай Федорин. В самой густонаселенной стране мира люди попадают в кадр, даже когда хочешь снять пейзаж. Но Николаю удалось невозможное. На фото людей практически нет. Полное ощущение безлюдности и уединения. Таинственность и загадочность пейзажам придает туманная дымка. Хотя в работе, рассказывает фотограф, она только мешала. В марте там период туманов. Причем туманы не те туманы, которые в нашем представлении, это красивое явление природы, которое быстро проходит. Туман там висит целый день. Он перемежается с дождями, с дымкой. Потому что не секрет, что большие проблемы с экологией в Китае. И поэтому вот эта дымка, она носит характер молочного просто марева, который постоянно висит в воздухе. Выставка работ в Доме журналистов произвела фурор в Самарском фотосообществе. Интересные, непривычные русскому глазу пейзажи и любимый для Николая Федорина большой формат фотографий позволили познакомиться с Китаем ближе. Несмотря на то, что Николай прямо желал услышать критику, фотохудожники высказывались иначе. Благодаря каким-то фотографиям, смотреть сами все вести, а действительно ли это все так? Пейзаж это немножко не моя сфера деятельности, но это настолько качественно, любопытно, действительно. И масштаб вот всех работ, которые здесь представлены по размеру, я такого не видел. У Николая на нашем фотообъединение здесь они смотрятся великолепно. И мне, конечно же, захотелось в Китае. И все-таки, сетует автор фоторабот, это лишь штрихи к портрету Поднебесной. Чтобы нарисовать портрет Китая полностью и целой жизни не хватит. Марина Матвеевшна, Сергей Баскин, События. Телефон редакции 202-11-22. Наш сайт samaragis.ru. Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложение и смотрите телеканал Самарагис на экранах смартфонов и планшетов. Всего вам доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале Самарагис. Рост долгов по зарплате становится угрожающим. По данным Росстата, на 1 марта 2015 года, по сравнению с февралем, задолженность увеличилась на 14,7% и достигла почти 3 миллиардов рублей. По всем видам экономической деятельности, кроме образования, 100% просроченной задолженности по зарплате происходит из-за нехватки у организации собственных средств. Большинство продуктов из-за роста цен становятся все менее доступными для россиян. По данным январского отчета Росстата о социально-экономическом положении России, средняя зарплата в стране 32 600 рублей. Но если в прошлом году на нее можно было купить 584 килограмма сахара, то в этом всего 380 килограмм, то есть почти в полтора раза меньше. Разумеется, сахарная шкала лишь пример, но, похоже, ситуация наблюдается и по остальным продуктам. Ситуация странная, особенно если учесть, что производство продуктов в России существенно выросло. Похоже, ФАС занимается чем-то не совсем понятным. Российским туристам не нужно будет оформлять визу для въезда в Македонию. Безвизовый режим сохраняется до 15 марта 2016 года. Сообщение было опубликовано на официальной страничке посольства Македонии в Facebook. Безвизовый режим позволяет находиться в стране 90 дней каждые полгода, а для въезда туристам достаточно иметь загранпаспорт и страховой полис. Однако, если срок пребывания в Македонии составит более 90 дней, потребуется оформление национальной македонской визы. Для ее оформления нужно обратиться в консульский отдел посольства Македонии в Москве. В принципе, круг стран, где будут отдыхать россияне в этом году, постепенно обозначается. Российский фондовый рынок открылся повышением. Индекс ММВБ в полюсе на отметке 1612 пунктов. Среди лидеров РОСТа – МИЧЕЛ, АФК «Система», группа ПИК, Распадская и МОСЭНЕРГО. Аутсайдеры – Дикси, РДР «Русала», Интеррао и Акрон. К открытию торгов в России сложился нейтральный внешний фон. Американские индексы завершили день снижением в преддверии итогов двухдневного заседания ФРС. На азиатских рынках динамика торгов разнонаправленная. Нефтяные котировки продолжают торговаться у 53 долларов за баррель. Однако все внимание участников торговых площадок переключилось на заявления Федерезерва США, которые будут обнародованы сегодня в 21.00 по московскому времени. Курс доллара на 18 марта – 61,75 рубля, курс евро – 65,43 рубля, золото стоит 2292 рубля за грамм, серебро стоит 30,93 рубля за грамм, цена нефти марки «Бренд» – 53,15 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Тольяттинские шахматисты прошли отбор на Кубок мира. Анастасия Комкина выиграла бронзу на открытом Кубке Африки под жюдо. Самарская чайка пытается выиграть в Башкирии золотую шайбу. В Салавате Башкирия стартовал финал дворового хоккейного турнира «Золотая шайба» по Волжье. 63-й регион старшей возрастной группе спортсменам 14 лет представляет Самарская чайка. Им предстоит сразиться с 12 командами из других областей и Республик Федерального округа. Чемпион продолжит выигрывать золотую шайбу уже в офсероссийском финале. Турнир пройдет в Тольятти с 18 по 27 апреля. В Касабланке Марокко прошел открытый Кубок Африки под дзюдо. За награды боролись более 200 спортсменов из 34 государств. Самарская дзюдоистка Анастасия Конкина выиграла бронзовый Кубок Черного континента в весовой категории до 57 килограммов. На пути к призу Конкина выбила из борьбы швейцарку Амарос, итальянку Риджетти. И в бронзовой схватке ей сдалась Скатари, Швейцария. Два тольяттинца Санан Сюгиров и Иван Букавшин выступали на чемпионате Старого Света по классическим шахматам. В Иерусалиме по швейцарской системе в 11 турах сыграло 112 гроссмейстеров. В итоге Санан Сюгиров занял 11 место, Иван Букавшин, отстав от земляка всего лишь на пол очка, стал 29-м. Оба шахматиста прошли отбор на Кубок мира. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова